Это была вереница событий, то есть вот это происходило, это практиковалось, и в конечном итоге это применили на Голунове, и вот тогда общественность отреагировала. Это хорошо, его отстояли, но на остальных тоже надо как-то реагировать. Иногда бывает, тоже совершаю такие ошибки. Ни в коем случае не берите с меня пример в таких местах, я каюсь перед Аллахом. Дорогие друзья, я, наверное, начну этот эфир с одного ролика, который я сегодня увидел на одном из кадыровских пабликов, и который меня заинтересовал, показался мне очень интересным, странным и возмутительным. Давайте для начала его посмотрим. Хотел взорвать Москву, привлёк четырёх человек в Баяту на присягу Абубакру Аль-Багдаде. Мы хотели взорвать отдел полиции на улице профсоюзной и школу. Но мы выехали за бомбой, в дороге за нами преследовали сотрудники правоохранительных органов. Мы не доехали, и они нас задержали по дороге. Как бы в содеянном раскаиваешься? Да, искренне раскаиваюсь, и больше такого никогда не повторится. Очень искренне раскаиваюсь перед теми, извиняюсь, и больше такого не повторится. Я думаю, здесь невозможно не заметить, что этот парень читает. Всё, что он говорит, он читает. Он прям смотрит, водит глазами, причём видно, что он плохо читает, прям как я. И как-то запинается, пытается разглядеть. Ему написали текст, посадили его, чтобы он его зачитал. И всё бы ничего, если бы он зачитывал непризнание в собственной вине, в собственном преступлении, причём очень тяжком преступлении. Он признаётся о том, что он присягнул на верность террористической организации, признанной во всём этом мире террористической. И что он собирался там что-то в Москве взорвать. И это всё он зачитывает. И эта съёмка, она оперативно его снимают сотрудники российских правоохранительных, в кавычках, органов. Это настолько возмутительно, мне кажется, что нацистская Германия, она больше заморачивалась над тем, чтобы скрыть свои преступления, чем сегодняшняя Россия. Гораздо больше, мне кажется, они уделяли вот внимание таким деталям, чтобы их не спалили. Чтобы их преступления не были вот так вот разоблачены. Когда они совершали эти массовые убийства людей в своих концлагерях, вот я почему-то убеждён в том, что они больше заморачивались над тем, чтобы скрыть свою ответственность за эти преступления. Эти просто берут рандомного человека, не россиянина, как я понимаю, а иммигранта или как их называют сейчас, гастарбайтеры. Сажают его перед камерой, пишут ему текст отвратительный просто. И даже без какой-либо подготовки, то есть ему не дали его заучить, ничего подобного. Его посадили, заставляют его читать. И я убеждён в том, что он даже не знает этих слов. То есть, если бы он говорил бы своими словами, он этих слов, таких как правоохранительные органы, он никогда бы он такого даже и не сказал, он не знает этих слов, он не владеет нормально этим языком. Настолько это явно, настолько это нагло, что даже и не хватает уже какого-то возмущения этим, возмущаться этими моментами. Ты как-то смотришь уже, это воспринимаешь. Ну да, вот в таком мире мы живём. Но это на самом деле настолько отвратительно, что подобные вещи происходят весь мир. Все россияне это просто проглатывают. Ведь все, кто это посмотрел, все поняли, что это явная постановка. Что этот парень зачитывает, это понял любой. Это школьник поймёт российский. Но все это просто пройдут мимо этого. Скажут, да ладно, ещё там какой-то очередной приезжий из Средней Азии. Пусть будет, что будет. Но, и значит, ведь раньше говорили так и про чеченцев. Ведь чеченские проблемы тоже были какие-то далёкие. Ведь когда нас там мочили в сортирах, это тоже казалось, да, пусть чеченцы там, пусть их мочат. Но всё-то пришло в конечном итоге на улицы российских городов. И всё то, что делали над нами, стали делать над обычными россиянами. Эти пытки электрошокерами, токами и так далее, избиения, фабрикацию уголовных дел, просто за репост сажать. Это всё теперь пришло на улицы российских городов. И вот эти вот вещи, если их вот так просто пропускать, если российское общество не будет на это реагировать, они тоже придут. Придут к вам в дом вашей, на улице ваших городов. И сегодня это там приезжие со Средней Азии, а завтра им окажется обычный житель Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ставрополя. Это обычный русский или нерусский парень, но россиянин. В общем, это возмутительно. Надо всё-таки как-то, наверное, реагировать на такие вещи. Не только, когда Голунову что-то подбрасывают и сажают его в тюрьму. Да, его отстояли, и это очень хорошо, но подобных моментов очень много. Есть Абдул Мингаджиев, который сегодня сидит в российской тюрьме, по абсолютно сфабрикованному делу. Точно так же белыми нитками всё сшито. Понятно, что парня просто закрывают. Но, и да, его пытаются отстоять. Есть там коллеги, просто небезразличные люди, которые выходят на пикеты, освещают эту проблему. Да, хвала Аллаху, они есть. Но это значительно меньше того, что должно быть. Это несравнимо с тем, что было, когда арестовали Голунову. Если на каждую ситуацию так не реагировать, то в конечном итоге это придёт. Вот Голунов тоже ведь не просто так вот это случилось с Голуновым. Это была вереница событий. То есть вот это происходило, это практиковалось, и в конечном итоге это применили на Голунове. И вот тогда общественность отреагировала. Это хорошо. Его отстояли. Но на остальных тоже надо как-то реагировать. Япон. Кстати, я хотел поинтересоваться здоровьем Абу Абузада. Известному более как Абу Подзад. Как он там? Слушай, о нём не было никакой новой информации. Мы видели фотографию, где он лежит под капельницей. Обязательно с поднятым пальцем. Этот палец у него, кстати, по-моему, так и остался. Он у него не согинается. Он постоянно на любой фотографии, он вот так с этим пальцем, везде, на любом видео. Он, по-моему, даже дома кушает, вилку держит вот так вот. В общем, не знаю. Может быть, до сих пор лежит под капельницами, а может, уже вышел, выздоровел. У них ведь излечение чудесным образом происходит, когда Кадыров звонит. Помните, как рассказывал Замит Челаев? Помните, рассказывал? Я, говорит, лежал в психиатрической клинике. Я, говорит, лежал. Кадыров, говорит, меня оттуда вытащил, сделал из меня своего товарища. У них это так работает. Кадыров исцеляет, видимо, звонками, своими снами, какими-то вещами. Возможно, он его исцелил. Наверное, это не лучшая шутка по поводу исцеления. Исцеляет только Всевышний Аллах. Нельзя так шутить. Я иногда, бывает, тоже совершаю такие ошибки. Ни в коем случае не берите с меня пример в таких местах. Я каюсь перед Аллахом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok